привет друзья я очень рад что могу вам это сегодня рассказать все проделала огромная работа и работа нам у нас все получилось и я как бы буду представлять собой разных людей из яндекса команды из нашей команды битрикс24 главное что все получилось легко приятно и мы видим сейчас как клиенты этим пользуются партнеры пользуются им это нравится в общем взлетела немножко расскажу про нас у нас миллионы компаний битрикс24 по всему миру в разных дата центрах мы храним огромное количество данных клиентов в том числе данные серые что такое серые лиды сделки компании контакты телефонии ну то есть то что позволяет нам коммуницироваться друг с другом и помогать решать друг другу задачи все время классная штука и не только эти данные разные данные они хранятся у нас мой сквеле и мы захотели дать людям возможность анализировать их потому что аналитика сейчас понятно цифровизация био аналитика бизнеса лиджи это сейчас тренд потому что данных много продукты хороших умные развиваются но надо контролировать ситуацию понимать что у тебя все в компании происходит и поэтому мы решили сделать аналитику доступной для всего мира у нас такая была цель аналитика для всего мира дашборда всему миру получится нет сейчас кажется что получилось я уверен даже в этом вот дальше а наша компания я представитель компании битрикс24 я битриксует что это значит да я работал вместо с президента россии я работал эти директора магазине allsoft.ru я кончил духовно училище рпц годичная я пел в хоре 10 лет церковная работа в сбербанке это все интересно но я разработчик у меня с собой была всегда книга welcome to free bsd такой демон с этим с супами я люблю писать код это моя страсть я люблю решать задачи клиентов я люблю смотреть в глаза клиентам которые радуются что у них взлетело что-то что они могут пользоваться в данном случае мы вся команда радуемся что взлетела аналитика у наших клиентов биоаналитика это круто это круто это как бы я инженер то есть я не собираюсь ничего продавать я рассказываю как есть я получаю это удовольствие именно того что у клиентов все получилось теперь немножко чтобы понять с какую задачу мы решали значит аналитика что только аналитика аналитика это правая рука 2 правая рука генерального директора 1 правая рука кто главный бухгалтер вторая правая рука аналитика когда собирается совещание у генерального директора в кабинете конечно все таки уверены все улыбаются ну понятно ипотека кредиты машины семья да там все как бы хорошо и все под контролем а он понимает что нет что-то не то и вот он хочет увидеть циферки циферки что на самом деле в компании происходит циферки визуализированы в динамике еще к сожалению только бухгалтер может ему эти цифры кидать и он хочет это увидеть не только бухгалтера а дальше бизнес люди они лучше воспринимают образы да мы все лучше вас прямо за паттерны картинки какие-то вкусные чем короче какие-то там формулу да и были наборы цифр мы хотим еще картинки нам надо дать вспоминайте до самолет приборная доска там же пиктограммы только так только так нужно начать нарисовать картинки чтобы мы поняли куда рулит этот самолет многие понимают что это важно многие понимают что это нужно аналитика нужна бей нужен но многие в пути сейчас пытаются сориентироваться и как у нас как у вендора спрашивать куда нам идти что делать какие продукты использовать некоторые думают что без бигдаты не взлетишь мы видим что можно взлететь без бигдаты бигдата нужно там единицы процентов это важно дальше естественно все начинается с циферок прежде всего должны вывести на даже куда-то наш бары циферки обязательно учились считать как в советском мультике ты нас всех пересчитал вот аналитика начинается с того что кто-то начинаешь считать что вообще происходит что-то возьми в компании это важно циферки и кто-то думает что нужно real time без real time аналитика не нужно нужен real time в данный момент там это привык вот в телеграме сидеть там и удовольствием нет аналитика будет работать и мы это видим по нашим миллионам клиентов когда данные обновляются даже раз в сутки и даже раз несколько суток все равно вы понимаете тренды вы рулите компании аналитика real time нужен единицам поверьте то есть бигдата нужно единицам оказалось аналитик real time нужен вообще единицам поэтому мы мы стараемся все упростить мы учим клиентов что такое на самом деле аналитика потому что мы сами разобрались как с ней работать как работа сбе и конечно риски основная задача бизнеса это не изучение прибыли ну как понятно изучение прибыли основная задача еще это контроль рисков вы должны обязательно все риски визуализировать хорошие управление с это управление который понимает что у него не получается он видит и риски он постоянно их отрисовывает это очень важно и аналитика позволяет биоаналитика это делать визуализация рисков можно вообще ничего не считать никаких цифрах не рисовать Просто визуализируйте риски. Какие у вас риски сейчас в компании? Все. Вот, в принципе, вся идея аналитики. Дальше. Как это внедрить? Естественно, самая большая ошибка, которую клиенты совершали, мы это понимаем. Я сам инженер, 20 лет программирую, 12 лет программирую. Нельзя программировать, нельзя заниматься разработкой, если вы не хорошая компания по разработке, если вы не вендор. У вас все программисты будут учиться у вас и уходить к крупным компаниям и так далее. Они что-то сделают, второй придет, все перепишут, скажут, я не могу с этим работать, третий скажут, да кто-то вообще тут был. И вы сделаете что-то, потратите деньги, то, с чего вы не можете управлять. Потому что программировать это сложно. Программирование надо учиться много лет под руководством наставников. Это очень серьезная отрасль. Качественный код, особенно работающий с данными, с наличием юнит-тестов, с наличием предикатов, с наличием фильтрации входных параметров. Должен быть код-ревью. Это нужно все, чтобы писать качественный аналитический софт, цифрам которого можно верить, чтобы там не было минус 0, например, и какая-то всякая чертовща, которая бывает. Поэтому не пишите сами. Меньше программируйте. Не надо. Используйте продукты, готовые, с небольшим количеством кода. Например, там всякие, явно в Cloud Functions, Amazon Lambda, или в Power BI люди программируют, там маленькие формулы пишут. Этого достаточно. Чем меньше кода, тем меньше ошибок. Понятно, что я люблю программировать. Но я вам говорю, меньше не связывайтесь с этим. Дальше. Данные нужно собрать. К сожалению, есть open source бесплатный, как можно собирать данные для аналитики. Понятно, если у вас MySQL, Postgres, Oracle, вы знаете, как собирать данные. Но еще есть файлы, есть еще большие данные, которые льются. Их собирают, принято собирать в Apache Kafka. Мы тоже, понимаете, Kafka. Все говорят слово Kafka, но кого я не спрошу, любого DevOps, я его просто к стенке прижимаю. Ты читал документацию, скажи мне на той-то странице. Они не читают документацию. Люди не понимают, чтобы сделать Kafka, когда она рассыпалась. Все потеряется. Данные к черту потеряются. Понимаете? Я не говорю про Apache Kassandra. К ней еще больше документации. Тысяча страниц. Нужно читать документацию к кластерному софту. Кластерный софт для сбора данных, он очень сложный. Он очень сложный, особенно если он падает перед Новым годом. Я уверен, в России никто не знает, как работает Kubernetes. Вот он упадет перед Новым годом, никто ее не поднимет. Я уверен в этом. Потому что никто не знает, что там внутри. Надо исходники читать. Поэтому не надо туда лезть, в этот кластерный софт, так сказать, не подготовившись. Хорошо, что есть обычные решения, управляемые. Менеджер-сервис для Elasticsearch, к примеру, обратный индекс от Яндекса. Менеджер-сервис для Kafka есть. Яндекс.Дтб есть. Великолепная, кстати, вещь. В Яндекс.Дтб есть. Рекомендую посмотреть. Дальше. В Амазоне есть. Кайнезис, SQS, S3, Динамо Дебит. Туда можно данные собирать. Мы, кстати, давно действительно в Амазоне. Великолепно. Яндекс, кстати, тоже великолепные дают сервисы. Мы сравниваем Амазон и Яндекс. Яндекс самобытный и в чем-то лучше даже. Это вот правда. Честно говорю, как инженер. В Mail.ru есть Big Data, облачные очереди, хранилище файлов. Собрали вы данные. Сложно. Дальше их надо вертеть. Нельзя заниматься аналитикой в MySQL или в обычной реликционной базе. Нужна колоночная база, которая позволяет выполнять хорошие аналитические запросы очень быстро. Агрегации, оконные функции и так далее и подобное. Такие базы есть в OpenSource. Но что дурить, что Pinot, что там, Impala. Это все кластерные системы, которые требуют изучения тысячи страниц документации. Это не простые игрушки. Это не MySQL с одним конфигом. Поэтому с этим аккуратней. Дальше. Можно взять что-то типа ClickHouse, менеджер ClickHouse в Яндексе, менеджер Greenplum. Отлично. Мы смотрели это проблему. Amazon Redshift Spectrum – это колоночное решение кластерное. Мультипараллел процессинг. Афина. Мы используем Афина активно. Это Preston S3 на паркет-файлах мы делаем. Elastic MapReduce, но это уже устаревает. И в Mail.Rug тоже ClickHouse. То есть повертеть данные можно, но вам надо ставить еще какой-то софт колоночный для этого. И потом еще нарисовать на какой-то BI-мордочке. В качестве BI-мордочек, ну, конечно, Яндекс Даталенс. Это в России. Но есть Power BI, мы интегрируем с ними. Есть Amazon QuickSight. Он, кстати, мне кажется, не дотягивает до Даталенса. А Даталенс круче Квик Сайта. Хотя Amazon, типа, это же такое. Есть Google Data Studio. Тоже великолепный инструмент. Простой. Очень по духу близкий к Даталенсу. Гораздо мне нравится лучше, чем Power BI. Очень навороченный. И главное сделано для людей. Не надо читать тысячи снижения документации. Допустим, как в Power BI. Приходится читать тысячи снижения документации, чтобы понять, что не нужно было читать. Не нужно было просто сжечь. И посмотреть курс восьмичасовой. И все понять. То есть, вот это вот Enterprise подхода, так сказать. Простите меня, я инженер. Я говорю, как есть. Я говорю о наболевшем. Итак, значит. Собрали все. На мордочку вывели. Что еще просят клиенты? Интернативность графиков. Что можно было на графиках нажимать. Менеджер будет кликать мышками. И у вас все графики вот так обновлялись. Там drill down и так далее. Это нужно всем. Это мы поняли. Дальше. Мониторинг, хотя бы показатели. Вот у вас там какая-то динамика. Ставите гранички. Если что-то улетело, надо обязательно какой-то лет прилетел. То есть, как бы система мониторинга встроена в BI нужен. Дальше. Хотят Big Data подтягивать. Например, Amazon, Big Data, Google, AdWords, Яндекс. Реклама, вот эти вот всякие клики и так далее. Подтягивать Big Data, джойнить с вашими данными. Это тоже важно. Вот это хотят. В итоге мы стали экспериментировать с разными открытыми BI решениями. И изначально, до экспериментов, мы решили сначала в лоб проблему. Мы решили, мы сделали свой BI. Мы сделали свои графики на Явскефте PHP и MySQL. Мы сделали конструктор запросов на языке революционной алгебры. Ну, упрощенной революционной алгебры. Мы даем их аналитику. Он собирает запросы, конструктор. У нас получился в CRM вот такой BI-чик свой, который работает, который выводит графики. Где-то он интерактивный. Но, вы понимаете, MySQL не предназначен для серьезной, глубокой, тяжелой аналитики, которая нужна. И в итоге это все работает. Но это потребовало больших ресурсов. Это потребует больших ресурсов поддержки. И это работает недостаточно быстро, как хотят аналитики от колоночных хранилищ. Они привыкли к ним. И поэтому мы стали искать, что же делать, куда же идти. Вот. Сейчас покажу. Приходят аналитики, смотрят на наш конструктор. Говорят, а можно функции добавить? А можно оконные функции добавить? А можно, допустим, на лету, чтобы это покрутил, повертел, нажал? Нельзя, потому что MySQL там запрос 10 минут и пошел. Ну, не 10 минут, я сучу. Вы понимаете, что нужно колоночное хранилище в памяти. MySQL такого нет из коробки. Есть, я расскажу, что есть, но это все как бы не подошло нам. Дальше. Нужно расширять это все. Нужно встраивать вот это, что получилось, в айфреймы. Нужно мониторинг, права доступа. То есть, получается, нам надо заниматься каким-то продуктом, который мы стали понимать, что можно отчуждать. Вот. И мы, конечно, пошли посмотреть, что у конкурентов. Оказалось, наш ближайший конкурент Salesforce, международный CRM, да? Они тоже мучились, 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 мучились и купили табло, систему визуализации. Просто купили. Понимаете? То есть, они строили API, строили SQL, вот эти вот запросы, там, ORM. В итоге поняли, что лучше это все отдать кому-то. И компания, которая этим занимается, BI-аналитикой, колоночными хранилищами, они просто купили табло. И мы поняли, что нам надо тоже либо кого-то купить, либо с кем-то, так сказать, начать развивать романтические отношения. Вот. И мы что и мы стали делать? Ну, предварительно мы решили сэкономить. И давайте попробуем сами. Вот, open source, возьмем Apache Superset. Вот он же BI, да? Это такая мордочка, к ней еще надо хранилочку подставить колоночную. И, по идее, свой будет BI, можно встраивать. Посмотрели, ну, там, тысяча скриптов на питоне. В общем, надо еще брать лом, брать команду, которая будет это дорабатывать, адаптировать, настраивать. В общем, мы посмотрели, классная штука, но как-то страшновато. Ну, в общем, поняли, что тут можно, так сказать, надо еще людей нанимать. Короче, быстро так из коробки это дело не выстрелит. Или там много настроек. И сейчас, кстати, в России это популярная тема. В связи с импотозамещением. Есть компании, предлагают услуги по настройке суперсета. Хорошо. Мы, кстати, сейчас с ним дальше работаем. Мы внутри изучаем его, крутим. Но быстро с ним не получилось. Дальше, хранилки. Мария Диби, колонсторы. Майсквиль, который поддерживает репликации с коробки, из обычного майсквиля. И там то же самое будет только в колоночном хранилище. Это же движок. А нет. Он как бы совместим, но как бы не совместим. Там где-то чего-то начнет вылазить. Плюс тысяча страниц документации. Мы, в общем, посмотрели, покрутили. Мария Диби, колонсторы в лоб не подошла. Хотя, наверное, это бы решила часть наших проблем. Ну, естественно, друид это вообще не майсквиль. Это вообще не исквиль. Это хранилка, в которой вообще свой формат. Она как и властик сетч. Условно. То есть это какие-то хранилки. Надо в их философию принимать себе. Надо прочитать все книги наизусть. Властелин колец, чтобы понять, как они работают. Понимаете? То есть это новый дивный новый мир. И пенот, и так далее. В общем, мы посмотрели. И мы еще посмотрели кликхаус. Нам понравился кликхаус. Нам нужно делать репликацию в кликхаус из мой скейли. Это задача сложная. Задача, так сказать, непростая задача. Мы написали на питоне. Но ее надо поддерживать. В общем, задача репликации из мой скейли куда-то в колонечное хранище. Из коробки задача не решается. Гибкая, не решается. Никакая CDC репликация к кавке не подходит. Она не гибкая. Нужно писать что-то в свое. В общем, мы поняли, что это все дорого, это все долго, это все нам не подходит. И поэтому мы решили просто сделать плоские таблички, выгрузить туда сущности, где нормализованы полностью. Забыли про джойны. Мы решили отказаться от джойнов. Просто таблички. Лиды, сделки, компания, контакт, телефон, с колонками. Простые типа данных, элементарные, строка, число. Выгрузить и сделать с кем-то интеграцию. И очень хорошо стартанула интеграция вот этого всего добра с Google Data Studio. Через любовь, естественно. Да, это все пошло через любовь. Data Studio. Выбираешь Data Studio Power BI, мы сделали интеграцию всеми с теми. Выбираешь, какой шаблон тебе нужен. Он прокидывается в Google, в облако. Там на JavaScript я за вечер написал 150 строк. Это коннектор для того, чтобы ходить в наш S-интерфейс, который к MySQL коннектится и достает данные. Мы передаем в этот коннектор, какие нужны колонки, какие фильтры нужны, по каким колонкам предикаты и по каким колонкам какая фильтрация нужна. Этого достаточно, чтобы сделать нормальную BI-выборку. Написали, потом ребята дописали, хорошо переписали этот коннектор. Мы его выкатили в Google. Теперь отдаем клиентам ссылку. Все заработало с полпинка. Загружаешь, создаешь отчет в Google Data Studio. Выбираешь, открывается отчет в облаке. Выбираешь строить, копируешь, вставляешь в iFrame на портал. Вот вам, пожалуйста, аналитический отчет в Google Data Studio. То же самое с Power BI, только здесь нужно в шаблончик добавить. Мы сделали шаблончик очень простой, за вечер можно сделать. Туда две переменные, адрес сервера, секретный ключ. Загружаются данные в Power BI шаблон, рисуются. Потом пишешь, опубликовать. Он в облаке Microsoft. Это все бесплатно. Можно не платить вообще за это. Там 10 долларов лицензия, профессиональный потом. Выгружаешь в облаке Microsoft, копируешь iFrame, вставляешь на портал. Получается у тебя на портале, как сказать, ну, уже это встроенный отчет. То есть задачу мы решили и для Data Studio, и для Power BI. Получилось, в общем, сделать. И плюс еще мы пообсудили, какие отчеты нужны людям. Оказалось, что отчеты на самом деле, аналитика сложная. Аналитика – это просто. Аналитика понимает моя дочка, которая в школу ходит. Аналитика, BI-аналитика – это инструмент для менеджеров. Там должно быть все просто, как в автомобиле. Завел тормоз, автомат, руль. Если что-то сложнее, какие-нибудь джойни начинаются, какие-нибудь там агрегации какие-то, это уже не BI. Это какой-то слом мозга, это программирование. Это его нет, должно быть просто. Мы придумали простые отчеты. Отчет по ледам, отчет по меткам ледов. Что там, динамика показывает, да, там дата, дата, график. Потом обязательно ответственный Пупкин там больше всего продал, чтобы его похвалить. Потом какие-то пирожки разноцветные, чтобы можно было фильтровать. Ну, то есть, понимаете, да, это циферки, график, пирожок. Значит, специально-таки слова говорю, чтобы не думать, что это сложно. Это просто, на самом деле, и фамилия ответственная, кто за это отвечает, за все. Потом сделать отчет по сделкам и отчет по продажам. Все. И в итоге получилось, что BI можно запустить за минуты, подконнекция к REST-коннектору по очень простому протоколу. Мы отдаем JSON в виде списка списков. Первая строка – это название колонок. Без всяких указаний типов. Это все в BI, потом настраивается. То есть, мы дали как бы шаблон в BI, там типы выставляются. В общем, легко получилось. JSON никаких джойнов пока, хотя их можно делать, но мы об этом не говорим. Мы людей убираем от этой идеологии Power BI. Ну, джойн надо делать эти всякие. Один к одному, один ко многим, многие ко многим. И все. И 99% людей просто бросают. Нет, не хочу, не хочу. Хочу командировку. Вот. Data Studio. Интеграцию сделали. Power BI сделали. Пошли и увидели Data Lens. Data Lens показался гораздо проще и интереснее для нас, чем, значит, это про Data Lens. Мы когда пришли в Data Lens, мы не сразу пришли. Ну, конечно, потому что есть Power BI, это лидер магии Quadrant, там, да, Гартнер, там, все круто. Открываешь доказательство по Power BI, и все. Я все лето читал документацию по Power BI, я чуть с ума не сошел. Оказалось, не нужно было это делать. Вы понимаете, все сложно. Data Studio, Google Data Studio, все проще. А Data Lens оказался еще проще, еще сексуальнее. Он вообще такой, он поразил на всех Data Lens, потому что он простой, эффективный. Он похож на суперсет, но при этом он мощный, и в нем нет ничего лишнего. И мы пришли в Яндекс и начали делать интеграцию с Data Lens. Мы погуляли на ClickHouse, написали репликацию. Потом Яндекс нас посмотрел, говорят, ребята, раз вы так любите Data Lens, мы сами сделаем репликацию для вас. Мы сами, мы скроем все это под капот. Вы только скажите нам, какие поля, что значит. Мы к вам в REST-интефейсе подключимся, и все сущности загрузим к тебе. Мы сказали, ребята, ну, мы не поверим, что так бывает. Ну, вдруг чудо произошло. Это чудо на самом деле произошло. Мы сделали коннектор. Вводишь портал, вводишь токен, проверяешь подключение, потому что на фариволе может сервера Яндекса облака блокироваться. Создаю подключение, можно несколько подключений сделать к разным порталам в одной учетке Data Lens. Data Lens бесплатный. Создаете учетку за 2 минуты, там, по номеру телефона или по e-mail, и все. Бесплатный продукт. Дальше создается дашборд, копируются вот эти шаблоны дашборда. Сделка лиды – это шаблоны графиков, которые туда копируются. Нажимаешь дашборд, в этот момент идет обращение, засасываются данные через наш REST-интерфейс BITX24. Засасываются, загружаются они, видите, в реальном времени, потом кэшируются. Внутри там кликаут под капотом, редис. Там внутри ребята очень все грамотно сделали. Колоночное хранилище. В общем, как и нам нужно было делать, но бы Яндекс нам помог это сделать. И такие же графики, цифры, вся математика, которые в Power BI можно проваливаться, вот видите, дрилдаун делать, можно фильтровать, можно выбирать интерактивные графики, можно подниматься, агрегация, можно фильтровать по колонкам, можно видеть, кто больше всего продал. То есть функционал такой же, как в Data Studio практически, и в Power BI, только все совершенно бесплатно, абсолютно бесплатно. Это круто. Вы сделали отчет по лидам, такой же отчет по сделкам. То есть мы повторили в Data Lens те же самые отчеты, которые мы сделали там. И оказалось, показалось, что все эти BI-инструменты, они просты. И в Data Lens оказалось еще проще, можно сделать эти все отчеты. Вот отчет по продажам, отчет по сделкам, ну как видите, еще раз, фамилии ответственные, графики нужны, там динамика, параметр меняется, какие-то циферки, да, и все. И вот это BI-аналитика. Руководитель приходит, вместо довольных руководителей, которые глазки бегают, он видит дашборды, он видит все, что на самом деле в компании происходит, и главный бухгалтер, он ему похлопывает, вот теперь мы контролируем все. Спасибо, вот, хорошего дня, так сказать. Вот. И дальше, значит, можно этот отчет отредактировать, дашборд, попасть в редактор внутри Data Lens, поиграться с... Здесь опять-таки, здесь нет программирования, здесь на языке... Вы состыковываете на языке революционной алгебры, на языке логики, можно сказать по-человечески, состыковываете, берете поля из датасета, например, сделок, пишете, почему фильтровать, почему группировать. Ну, обычно революционная алгебра, классическая, то есть это можно ребенка научить за 10 минут, там, попивая кофе вместе, не, попивая сок. И дальше, большое количество, кстати, диаграмм готовых уже есть встроенных. Это важно для аналитики, экспериментировать с данными. Вот, сохраняешь, и все, и у тебя получается новый визуальный элемент, который ты добавляешь на дашборд. Это удобно, это классно. Также, Яндекс сделал поддержку наших всех сущностей. Лиды, сделки, компания, контакты, телефонии, и эти сущности постоянно добавляются. Вы подключаетесь к сырому джейсену, он же Яндекс подключается, выгружаются внизу сырые данные, потом вы навешиваете типы, это называется датасет в Яндекс.Даталенсии, выбираете поля, можете добавить вычисляемые поля. Ну, то есть, как мы увидели, везде все одинаково, только в Даталенсии это сделано гораздо проще оказалось и понятнее, да, и на русском языке в том числе. И мы остались довольны, и главное, это было сделано быстро, когда мы показали нашим партнерам, партнеры удивились, и как бы вот эта страничка, то есть, когда мы сказали, что мы попросили потестировать партнеров Даталенсии, был огромный просто интерес. Ну, во-первых, данные хранятся в России, во-вторых, работают быстро колоночные хранилищики, в-третьих, у Яндекса давно известна харизма, качественные разработки с сильной математикой, ну, вспомните, ШАТ, школа анализа данных. Яндекс – это профессиональные разработчики, знающие, черт возьми, математику. Многие разработчики не знают математики, как они что-то напрограмируют, представляете, что-то вообще бывает. А такое бывает, кстати. Вот, в итоге мы остались довольны. Документацию мы сделали, вот это важный момент, мы сделали очень подробную документацию по существам, которые хранятся в BITX24, по названиям, по кодам полей, по типам полей, по значениям в полях. Создали на русском языке эту документацию, создали на английском языке, и я еще сейчас стал вести или YouTube-канал, в YouTube-канал, он не совсем официальный, но я специально так делаю, в таком, в живом виде, рассказываю, в живом формате, рассказываю, как, что такое BI, простыми словами, что такое аналитика, простыми словами, как подключить Power BI, Data Studio, Яндекс Даталенс, и недавно я начал вести еще на английском, тоже записываю ролики, для наших западных партнеров. Кстати, интересно, что западные партнеры, у них взлетело гораздо быстрее, я думаю, чем у наших, потому что, такое ощущение, что на Западе ценят BI-аналитику, и вообще аналитику гораздо больше. У нас большой рост биоаналитики произошел в латинских странах, там, в Бразилии и так далее. Почему-то там вот, ну, они даже стали видео наше переснимать, перезаписывать для себя. У них прям бум сейчас, вот, брик страны, прям бум, вот это аналитики, потому что люди понимают, что это важно, это нужно, нужно это изучать. Но опять-таки, что я хочу добавить, у меня вот еще минутка есть до вопросов. Значит, тема действительно очень сложная, то есть сейчас я просто, как сказать, верхушку айсберга показал. Но тем не менее, если вы запомните наш подход и будете его использовать, и будете использовать, в том числе, даталенс, то аналитику можно легко приручить. На самом деле, под большой мишурой, вокруг аналитики, вокруг толстых книжек и продуктов, в которых надо учиться на курсы сертификата, нет. Аналитика, это элементарно, революционная алгебра, это проще, чем программирование на порядок. Это, не знаю, первый курс института, соединение, фильтры, группировки, метрики, и там есть понятие Dimension, и понятие метрики. Это все, что нужно понять. Понять Dimension метрики можно за одну кружку пива, нарисовав, и все. Это все, что нужно знать про аналитику. Дальше выбирайте инструмент и пользуйтесь. То есть, оказалось, все просто. Можно взять облачное решение, можно сделать простой коннектор, как мы сделали, с проталкиванием колонок, пререкатов вовнутрь, и колонок, по которому нужно фильтровать, и вы решите задачу хорошо, качественно. И никакая бигдата большинству не нужна. Никакие выгрузки дельты, изменения приходят, а как выгружаются дельты? Дельты чего? Начинаешь спрашивать, человек не знает, что такое дельта. Он как бы пытается объяснить, а если у тебя данные удалились, а если обновились? Это столько проблем, и оказалось, что большинству это не надо. Поэтому дерзайте, все будет хорошо, у нас все получилось. Вопросы, пожалуйста. Саша, спасибо большое за рассказ. И вот по итогам рассказа ты думаешь, людям нужны дешборды, или там Bittrex 24, или DataLens. Людям нужны дешборды, обязательно. Нет, вообще, людям дешборды нужны. Знаешь, что людям нужно? Вот они пишут, Ольга пишет, хочу столько же энергии, сколько у Александра. Посылаю вам же энергию. Вопросы. Если надо данные из Bittrex 24 и еще и учетной системы 1SUT, например, можете эти дешборды дать? Вы скачиваете, вы в облако выгружаете данные из нашего коннектора, вы можете разные коннекторы в облако подсоединить. Например, с Google, из Яндекса, из 1S, а потом внутри все джойнить. И все. Это решается, это нужно всем, поэтому эта задача уже решена. Вы можете соединять любые данные и рисовать дешборды по ним. Где взять инструкции? Документация, лучшая документация, Яндекс.Аталенс, лучшая документация. На втором месте Google Data Studio, на третьем месте Amazon, не Amazon, а Power BI. Power BI не связывать, пока не рекомендую, сойдете с ума просто от количества документации. Слишком сложно все, хотя продукт замечательный. Да, вот тут есть философское замечание, что аналитика, это конечно просто, но вот выводы из аналитики, это прям отдельная история. Выводы, смотрите, сначала нужно нарисуйте дешборды, выводы, надо научить их делать. Вы когда визуализируете все, вы поймете, как обстоит картина. То есть, выводы, ты приходишь, смотришь, риски, у тебя вниз пошло, здесь цифра такая. Это уже, это уже плюс огромный. Обязательно делайте дешборды. Выводы потом, потом начинается байсовский анализ, вот это всякий, машин леунинг, это потом. Сначала собирайте данные чисто, выводы сделайте, поверьте мне, это просто. Грубо вы поймете, хорошо или завтра нужно увольняться всем. Только выводы. Максим спрашивает, когда ждать в Bittrex24 коннектор к DataLens? Или он уже есть? Он уже есть. Заходите, подключайтесь, он доступен в DataLens, по включению, там будет коннектор Bittrex24. Вводите порталы токен, документация, видео на моем YouTube канале есть, как подключиться с деталями. И документацию мы в ближайшее время на Bittrex тоже откроем. Она уже есть, готовая, просто она сейчас скрыта. Там подключается за 30 секунд все. Что с UserFields, с пользовательскими полями? Польские поля, это поля, которые пользователь можешь сделать сам. И у каждого они разные. Мы сейчас в DataLens, мы это прорабатываем. Коллеги знают, эта фича стоит в проработке. Пока в DataLens польских полей нет, но они есть Power BI и есть Google AdWords Studio. Люди просят ссылку на твой канал. Александр Сер был YouTube. Все, там вы найдете, там... Ну и, наверное, последний комментарий, докладчик Ахонь. Не могу не согласиться. Спасибо, Саша, всегда феерично. Спасибо. Удачи. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.